Перед нами монетка Мексики, мексиканская монетка в одной песо, герб, как раз мексиканский орел, пожирающий на кактусе змею. Ну а на этой стороне у нас изображен Хосе Мария Тесла Морелос и Павон. Был такой вот, так скажем, герой. Ну он не то что герой, он вот римско-католический священник изначально. После казни своего учителя и друга Мигеля Идальга и Кастилья в 1811 году возглавил восстание мексиканского народа за независимость. Он является национальным героем Мексики. И вот что для меня самое интересное, вот как бы люблю, так скажем, что-то узнавать о людях, которые носят звание генералиссимус. Вот он, например, генералиссимус. В Мексиканской войне за независимость он выиграл 22 очень трудных сражения. Звание генералиссимуса ему дали в 1813 году, а родился он 30 сентября 1765 года в Вельялидаде в семье плотника Хосе Мануэля Морелоса и Роблес и его супруги Хуан и Марией Переспавон. С 1790 по 1795 год обучался в духовной семинарии, где был учеником Идальга Кастилья, оказавшего на него большое влияние. Преподавал в начальной школе, затем стал присядским священником. С началом народного восстания в Мексике 16 сентября 1810 года присоединился к повстательской армии. Идальга начался назначение полковником революционной армии и приказом поднять восстание на юге страны, захватить Акапулько и разрушить испанскую торговлю с Филиппинскими островами. Проявил себя талантливым стратегом и в первые 9 месяцев кампании одержал 22 победы, уничтожив 3 испанских армии. В декабре 1810 года захватил всю область Акапулько, за исключением крепости Сан-Диего, осаду которой вынужден был снять в январе 1811 года вследствие прибытия испанских подкреплений, после чего быстрым маршем двинулся к побережью Тихого океана и овладел большей частью испанских владений. 24 мая 1811 года оккупировал Чельпансиньго. 26 мая 1811 года взял Тикстулу. После расстрелив Гейдальга 31 июля 1811 года возглавил радикальное крыло борьбы за независимость и добивался не только освобождения родины от колониального иго, но и социально-экономических и политических преобразований. В конце 1811 года возглавил область Куаутла, где в 1812 году был заблокированный испанскими войсками генерала Кельехи. Но уже 2 мая того же года, после 58 дней блокады, сумел вырваться из окружения. 8 июня 1812 года одержал победу при Китляле. 10 августа при Тихуане 28-го 1812 года во главе с 10 тысяч солдат вынудил капитуляции без боя. Испанский гарнизон, 600 человек, это в Ларисабе были. 25 ноября 1812 года триумфально вступил в Вуауху. 12 апреля 1813 года вновь занял Акапулько. В 1813 году инициировал созыв национального конституционного конгресса в Чельпань-Синьо, на котором представил разработанную революционную программу чувства нации, предусматривающую становление независимости Мексики, осуществление идеи национального суверенитета и отмену рабства. В том же году назначен генералиссимусом и главой исполнительной власти, издал декрет об освобождении рабов и упразднении некоторых налогов для ликвидации феодальной зависимости. Добился принятия Конгрессом декларации о суверенитете и независимости Мексики. В начале 1814 года войска мексиканских повстанцев потерпели поражение при попытке овладеть Валия-де-Лидом, что привело к ослаблению позиций Морелоса и его сторонников. В ноябре 1815 года повстанческие силы были разгромлены испанцами в сражении при Тесмалаке. Морелос захвачен в плен, доставленный в Мексико в цепях, он был приговорен к смертной казни за измену и расстрелен в Сан-Крестобале 22 декабря 1815 года в возрасте 50 всего лет. Вот такой вот мужчина, воин, генералиссимус, любимица испанского народа. Ну что ж, немножко осталось времени, и как бы неплохо бы мексиканский анекдот, что ли, вспомнить. Хотя бы немножко. Почему у Мексики нет олимпийской команды? Да потому что все, кто умели хорошо бегать, прыгать и плавать, уже покинули страну. Вот, кстати, летят в самолете француз, немец и мексиканец. Мексиканец пролетает над Францией. Это самые красивые цветы Франции, хвастается француз. А мексиканец говорит, а мы такими задницами подтираем. Вот чуть попозже произошло то же самое, и вот летят над Мексикой. Мексиканец говорит, это самые красивые цветы Мексики. Француз, так вспомнив в прошлое, говорит, а мы такими задницами подтираем. Мексиканец говорит, ребята, да вы что, это же кактусы. В Мексике произошло очень сильное землетрясение, в результате чего в стране был нанесен колоссальный ущерб. Отключение электричества, тысячи разрушенных домов и, самое страшное, 150 тысяч погибших и не менее миллиона раненых. Значит, руководители всех разных стран поспешили возрастить мексиканскими властями народа свои соболезнования, предложили помощь. Франция отправила в Мексику спасателей, Канада отправила полицейских для защиты от мародеров. Испания прислала продукты питания, Великобритания еще там чего-то там финансировала. Ну, а Джордж Буш обещал прислать 150 тысяч новых мексикан, мексиканцев взамен погибших. Чего-чего, а вот у Буша мексиканцев очень много. Ну что ж, пожалуй, все на сегодня. Еще раз посмотрим на нашего героя. Что ж, пожалуй, все на сегодня.